Всем привет! Ну что ж, давайте посмотрим, как изменились рейтинги топ-20 игроков FIFA 20. Поехали! Баппе 87 и 89. В принципе, все логично. Баппе лучший игрок чемпионата Франции. Баппе по голам и ассистам опередил Неймара. Все заслужено. Другое дело, что можно было бы и выше, но не дали. Рамос у нас сдал в сезоне. Реал тоже сдал в сезоне после ухода Роналда. Так что Рамос у нас тоже логично понизился. Следующий Агуэро. Агуэро, наверное, самый стабильный нападающий за последние 5 лет. В прошлом сезоне тоже был одним из лучших нападающих. АПЛ заслуженно остался на том же уровне. Скорость, да, понизили. В скорости, конечно, с возрастом никак. Все другое. Класс. Келлини был 90-м. Стал его из 9-х. В принципе, логично. И возраст берет свое. И Ювентус. Хоть и пришел Роналда, а вылетел раньше из Лиги Чемпионов. Левандовский тоже упал. Бавария проиграла просто Ливерпулю в Лиге Чемпионов одни ворота. Да и в чемпионате, в принципе, Барусь ее могла дернуть. Так что Лева сдал. Заслуженно. Понижаем. Харри Кейн остался. Хоть по-хорошему, за заслуги Тоттенхэма могли бы дать и 90-й. На самом деле, Харри Кейну. Потому что капитан все-таки лидер Тоттенхэма. Тоттенхэм был в финале Лиги Чемпионов. Но не дали. Кулибали вырос. Хоть на самом деле, я бы не дал ничего. Наполе, по-моему, даже из группы не вышло Лиги Чемпионов. Поэтому Кулибали за что? Кто-то смотрел последний матч Ювентус-Наполе. Это был писец. Что у Йовы, что у Наполе. Дырки. Как по мне, Кулибали незаслуженно получил 89-й. Канте остался на своем уровне. Только скорость чуть упала. У Канте был, в принципе, неплохой сезон. Челси в зоне Лиги Чемпионов у нас остался. В чемпионате Англии. То есть, вошел в четверку. И Лигу Европа взяли. Так что Канте, как по мне, заслуженно остается 89-м. Алисон был 85-м. Стал 89-м. Как по мне, можно было и больше. Потому что Алисон этот сезон провел лучше всех. Алисон выиграл Лигу Чемпионов. Алисон вместе с Бразилией выиграл Кубок Южной Америки. Но ладно, Ось 9 хоть так. Гризман перешел в Барселону. Но не вырос. И не понизился. Хоть, как по мне, Гризман прошлый сезон провел не очень. Самый худший, наверное, его сезон. Кроме первого за Атлетик. Поэтому я бы понизил его до 88-ми. Хоть он и перешел в Барселону. Ну и позицию, наверное, ему ставить все-таки левого вингера в связи с тем, что ушел Каутиньо в Баварию. А Суарес это священная корова у Барселоны. Это друг Месси. Суарес не уйдет с Напа. Остается позиция либо позиция Месси, Гризмана. Либо уходить налево. Думаю, Гризман будет играть слева. Поэтому Гризман я бы дал восьмой и левого вингера. Все-таки он когда-то, когда переходил именно в Атлетико, он как раз таки в реал Сидаде и бегал левым вингером. Терштегин, восьм девятый, поднялся до девяностого. Чем связано вообще не представляю. Как по мне, Терштегин намного хуже отыграл, чем Алисон. Ну ладно, подняли так подняли. Модрич, Лука, девяносто первый, стал девяносто. Я бы вообще понизил до восьм девятого, потому что Лука просто в сезон провалил, как и весь реал. Не скажу больше ничего. Лука сдал очень сильно. Даже до восьм восьми, как минимум. Но и спорт составила у волателя золотого мяча с девяностым овром. Салах у нас поднялся и сильно. Как для сезона Салах провалил. Если честно, прошлый сезон не провалил. Он сыграл его намного хуже, чем предыдущий. Как по мне, Мане, Дейк и Алисон намного больше решали в клубе в этом сезоне, чем Салах. Но Салаху сделали девяностый просто маркетинговый ход. Салах рассчитан на Объединенные Арабские Эмираты, на Катар, ну и прочие страны Персидского залива богатые. Там тоже играет FIFA и Салах для них это очень успешный маркетинговый ход. Сане, Сане африканец. Салах вроде как свой. Дейк свой с пятого. Был, конечно, даунгрейд этой карты. Но я именно рассматриваю карты, которые были изначально в начале прошлой версии игры. Дейк вырос до девяностых. Как по мне, я бы дал девяносто первый уже Дейку, потому что сейчас это один из лидеров Ливерпуля, лучший игрок Лиги Чемпионов. Но девяносто тоже неплохо. Облак у нас вырос до девяносто первого. За что я не понимаю? Атлетика, в принципе, как по мне, Лигу Чемпионов провалила. Могло бы пройти и дальше, но не прошло. А в чемпионате там тоже конкуренцию Барси не составило. Так что я не понимаю, за что Облак поднял свой рейтинг до девяносто первого. Как по мне, здесь должен быть Алисон. Дебрюне у нас остался на прежнем. Дебрюне в прошлом сезоне, позапрошлом даже, намного больше значился им сейчас. Он этот сезон был травмирован полсезона. Он не играл. Там Бернардо Силва в прошлом сезоне значил для Сити намного больше, чем Дебрюне. Поэтому Дебрюне надо было снижать до девяносто в восьмидесяти девяти. Азар перешел в Реал. В принципе, Азар на своем уровне отыграл Челси в четверке. Челси взял Лигу Европы. Да, Азар так бы и оставил. Неймар. Ну как может игрок получить снова девяносто второй, хоть он был в своей команде хуже, чем другой игрок? Ну может, это Неймар. Это тоже маркетинговый ход. Один из самых популярных футболистов в мире. И все равно, что он сезон отыграл хуже, чем БП. Неймар девяносто второй. Хоть талантный Мэра никто не отрицает, но за плохой сезон надо было, наверное, чуть снизить до девяносто первого хотя бы Роналдо в Юве. Но я думаю, не поэтому и понизили рейтинг. Во-первых, Роналдо не выиграл Лигу Чемпионов. Во-вторых, Роналдо в Юве значит не настолько много, как он значил в Реале. После ухода Роналдо все поняли, что он значит. Но Роналдо, как по мне, сдал. Не та машина, что была в Реале. Не знаю, с чем связано. Может, в этом сезоне снова заиграет. Но я смотрел просто его Лигу Чемпионов. Лиги Чемпионов он уже и не лучший бомбардир. Хоть раньше все сезоны был лучшим. Ну и лучший наш игрок Месси. Месси по-прежнему крут. Скорость у него чуть упала. А так, как по мне, все закономерно лучший игрок. Для Барселоны Месси, чтобы вы понимали, значит намного больше, чем любой другой игрок, наверное, для своего клуба. Именно Месси. Без Месси все знают, как играет Барселона. Плохо. Точно так же и сборная Аргентины. Ювентус от Роналдо не так зависит. Все. Наши игроки. ТОП-20. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!